Субтитры создавал DimaTorzok Доказательства по этому непростому делу искали в библиотеках, императорских архивах, в кадастрах мэрии Ниццы. И для суда эти пухлые папки самые веские, почти столетние аргументы. Решение принято единственный законный собственник Свято-Николаевского собора, российское государство. Данное решение означает полное признание правоты российской позиции. Россия является собственником Свято-Николаевского собора в Ницце, и суд это подтвердил. В акте о покупке, подписанном в 1865 году, четко сказано от имени императора всех россиян. Это дело, которое и во Франции. На первых полосах православная ассоциация Ниццы против российского государства. Проигравшая сторона арендовала собор еще в начале века. Передала введение Константинопольской епархии, но срок договора истек в 2007 году. Прихожане и настоятель церкви пытались доказать, что все это время они распоряжались имуществом, как законные владельцы. Интересы православной ассоциации суденицы представлял Антуан Шатен, известный по делу компании НОГА против российского правительства. Всегда нелегко бороться в суде за права иностранного государства. Эта битва еще не окончена. Мы будем подавать на апелляцию. Участок на улице Цесаревич Александр II покупал как частное лицо и расплатился за него своими, а не государственными деньгами. То, что стало на суде главной линией защиты французской стороны, архивы не подтвердили. Приобретение земли и строительство собора уже при Николае. Связаны с трагическими событиями в жизни дома Романовых. Но эти решения были от имени императорского двора. В 1865-м здесь, в Ницце, от заболевания спинного мозга скончался наследник Цесаревич Николай. Спустя 30 лет вдовствующая императрица Мария Федоровна по благословению своего духовника велела начать строительство собора в память о сыне Александра II, с которым в молодости она была помолвлена. Конечно, для императорского дома это была глубоко личная история. О том, как идут дела в Ницце, Николаю II докладывали регулярно. В 1908-м году, когда строительство приостановилось, не хватило денег, он пожертвовал сумму, на которую возвели купол и закончили все основные работы. А в 1912-м сам приехал на освящение храма. Это было за пять лет до революции. Личная икона царевича, та, которую он держал при себе в самые последние минуты перед смертью, сегодня одна из главных ценностей храма. После кончины Николая она долгое время висела над входными дверями памятной часовни. От ветра и солнца почернело. Но в 1935-м неожиданно начала светлеть. Открылись образы, надписи о том, что в храме удивительная атмосфера, говорят все прихожане. Они очень надеются, что после всех судебных тяжб она обязательно сюда вернется. Огромное количество статей было выпущено за все за это время. И, конечно, это не могло не повлиять на настроение в общине. Где бы мы ни жили, в какой стране, как бы мы ни относились к одному государству и к другому, мы в церкви. Вошел внутрь и забыл все. Свято-Николаевский собор, который признан историческим памятником Франции, был и останется русским православным храмом. Это то, что на каждом заседании повторяли адвокаты российской стороны и то, в чем уже сомневаются адвокаты стороны французской. Они уже подали апелляцию в суд в вышестоящей инстанции. Ася Емельянова, Евгений Лагранж, Вести, НИЦА.